МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Первые карагандинские новости. В студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. А деньги где? Председателя карагандинского филиала Казахского общества слепых обвиняют в нецелевом использовании средств. Решить проблему с дорогами раз и навсегда. В областном Акимате считают, что это реально. Во время ремонта будут использованы новейшие технологии. Вторая победа подряд. Карагандинский шахтер обыграл футбольную команду Тарас со счетом 1-0. Главный тренер гостей не смог объяснить проигрыш. Обо всем более подробно. Президента карагандинского филиала Казахского общества слепых обвиняют в нецелевом использовании средств. Такие обвинения выбегают члены общества, которые уже долгое время не могут быть трудоустроены. В проблеме разбиралась Асель Сазанбаева. По государственной программе карагандинскому филиалу КОС была выделена существенная сумма денежных средств на трудоустройство инвалидов. Но на сегодня ни один человек из общества не работает, заявляют инвалиды. Все подозрения падают на нынешнего президента. Они уверены, что многие члены общества были трудоустроены фиктивно. А что бы не вызвало подозрения, им ежемесячно выплачивалась копеечная зарплата. Как наш бывший председатель говорит, что вот на эти средства, мол, были выделены в виде помощи, то есть вот инвалиды работали якобы у нас, и вот они жертвовали в наше общество эти средства. И вот здесь в первичной организации, где мы сейчас находимся, поставили забор вокруг и пластиковые окна. Но мы считаем, что если это даже и так, это в первую очередь нецелевое использование государственных денег. И мы с этим не согласны. Своего оппонента недовольные инвалиды обвиняют в нецелевом использовании денег. Чтобы как-то это предотвратить, члены КОС решили переизбрать председателя. От старого председателя нет никакой помощи, заявляют активисты. На посту он более 20 лет, и покидать его добровольно отказывается. 28 июня у нас состоялась в городе Караганде областная конференция. Там собирались не только город Караганда, там вся область собирались, где избрали меня первым руководителем. Однако глава карагандинского филиала все обвинения отрицает. Абдрахман Бекмагамбетов уверяет, что все средства ушли на благоустройство здания первичной организации. Сделали ворота, поставили пластиковые окна и решетки, а также наладили пожарную сигнализацию. Так, металлический забор обошлось в миллион 250, около этого. Пластиковые окна, как говорится, сделать... Так, шум... Забрался старик. Чего ты врешь? Насчет чего? Вот у меня на руках. Давайте продолжим. Так, это пластиковое окно получился, как говорится, на 550 тысяч тенге. Решетки. А решетки где-то 8... Точно я не могу сказать. В пределах 80 тысяч... Как у вас одноэтажное здание? Как? Одноэтажное здание? Одноэтажное здание. И во всех комнатах пластиковые окна и решетки? Да. Во всех окнах пластиковые окна и решетки. А сигнализация обошлась в пределах 127 тысяч рублей. Для разъяснения ситуации мы решили обратиться в органы прокуратуры. Известно, что сотрудники прокуратуры приняли заявление. После проведения проверок результаты будут доведены до общественности, восстановленный законом срок. В 1 августа текущего года антикоррупционной службой зарегистрировано обращение общества инвалидов по зрению по факту хищения бюджетных средств руководством филиала Казахского общества слепых и должностными лицами государственных органов. На следующий день, 2 августа, данный материал был направлен в департамент государственного аудита области для установления факта хищения и суммы причиненного ущерба. В случае, если данные нарушения имеют место, материал будет заново перенаправлен в антикоррупционную службу, но уже для принятия процессуального решения. 12 августа текущего года в прокуратуру Карагандинской области поступило аналогичное обращение общества инвалидов по зрению на незаконные действия руководства филиала Казахского общества слепых. Чтобы разобраться в этой непростой ситуации, прокурорам нужно время. Остается непонятным, почему активисты, выбравшие нового председателя, не горят желанием общаться с журналистами. Уж больно это похоже на банальную борьбу за власть. В будущем году будут отремонтированы четыре моста, разрушенных паводками. На ремонт будет выделено порядка 900 миллионов сенье из республиканского бюджета. Кроме того, при ремонте дорог будут использоваться новейшие материалы и технологии. Такие планы на предстоящий год озвучили на совещании в областном Акимате. В будущем году будут отремонтированы дороги по направлению на аэропорт Сарарка и участок автодороги Абай-Карабас-Долинка, которая ведет к музею жертв политических репрессий. Также запланирована реконструкция улицы Гоголя. Там будет осуществлен полный ремонт проезжей части, устройство технических тротуаров, замена дорожных знаков. Будет расширена проезжая часть с четырех до шести полос движения от улицы Складской до Космонавтов. Железнодорожный переезд будет оборудован резиновыми настилами. Основные перекрестки, такие как улицы Сатпаева, Бульвар Мира, проспект Новкина-Абдирова, улицы Космонавтов, будут оборудованы правыми поворотами. На всем протяжении улицы Сатпаева, улицы Матерметики будут установлены границей бордюры. В участке улицы Космонавтов, улицы Сатпаева будут оборудованы бетонными маргерами. На всем протяжении предусмотрено устройство тротуаров. Все колоссы будут оборудованы телескопическими люками, чтобы обеспечить необходимое соображение своей части. Конструктив дорожной одежды состоит в черной сети, в мосту санкет-плотников, на зернической сотой бетон и щеденочной монастичной сотой бетон. Также чиновник рассказал, что в Караганде требуется средний ремонт 134 километров дороги. Этот вопрос внесен на рассмотрение общественности и депутатами. Похвастались специалисты и новым пористомастичным асфальтобетоном, которым сейчас модно укладывать дороги. Новая технология уже опробована на улице Поспелого. Теперь власти ждут результаты. В следующий год закончат все дороги в городе Караганде и на текущем городе, на текущем контроле поставить в одном плане. В Караганде должна остаться на 2018 году только одна дорога, только 18-3. По обещали чиновники и чудодейственное омоложение дорожного покрытия. По словам специалистов, процесс старения бетумом можно замедлить с помощью специальных омолаживающих, пропитывающих составов. В текущем году подобные смеси планируется применить на четырех перекрестках. В случае, если опыт будет успешен, данные меры будут применяться повсеместно. В Шизказгане вынесли приговор 18-летней девушке, которая выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер. По сведениям пресс-службы областного суда, девушку приговорили к одному году ограничения свободы. Осужденная должна отмечаться в службе пробации, находиться дома в вечернее время и не менять постоянные места жительства без уведомления инспекторов. Из материалов уголовного дела следует, что осужденная начала встречаться с отцом малыша в мае 2015 года. Забеременев, она побоялась рассказать об этом своим родителям. 17 мая 2016 года у нее начались преждевременные роды. Она родила малыша в туалете, а затем решила избавиться от него. Она положила ребенка в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном баке. Вскоре малыша обнаружила дворник. Медики положили мальчика в реанимацию, а затем перевели в дом малютки. Врачи дали ему имя Ельжас. В суде осужденная полностью признала свою вину. Она объяснила свой поступок боязнью осуждения со стороны родителей и общества. Ранее суд уже обязал женщину к выплате алиментов. Сумма символическая. Одна четвертая часть одного месячного расчетного показателя. 530 тенге. Гали совершила покушение на убийство своего несовершеннолетнего ребенка. Как во время родов, так и в последующий период. Совершенное в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. Приговором суда 12 августа 2016 года Гали признана виновной. Ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. А.М. Амрина Александр Цирикидзе. Первый. Карагандинский. В жесткозгане вынесли приговор водителю, облившему мочой полицейского. Суд приговорил Кайрата Елюбаева к двум годам ограничения свободы. Его привлекли к уголовной ответственности по четырем статьям и шести эпизодам. В суде Кайрат Елюбаев полностью признал свою вину. Он подтвердил, что плеснул с полицейского Толегина Егибекова собственную мочу из-за того, что последний доставил его в наркодиспансер. Также он не отрицал, что пинал сидение в спецмашине и порвал форменное обмундирование полицейскому. Стоит отметить, что потерпевший Толегин Егибеков с таким решением суда не согласен. Он рассказал, что сейчас не может найти работу из-за условного срока и уже подал касационную жалобу. Напомним, бывший сержант ДПС города Жескозган Толегин Егибеков был осужден в апреле 2016 года за пощечину пьяному водителю, которого доставил в наркологию для свидетельствования. За экс-полицейского вступился сам министр внутренних дел, после чего была назначена дата апелляционного слушания. В июне судья Карагандинского областного суда Мусабек Олимбеков отменил решение Жескозганского суда и вынес постановление изменить наказание в виде реального лишения свободы на условное с установлением пробационного контроля. Ему назначено наказание по части 1 ст. 293 УК 2 года ограничения свободы. По части 1 ст. 378 УК РК штраф в размере 100 МРП, то есть 198 200 тенге. По части 1 ст. 379 УК штраф в размере 100 МРП, та же сумма. И по части 1 ст. 380 УК РК 1 год ограничения свободы. На основании части 2 ст. 58 путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено Ельбаеву 2 года ограничения свободы и установлен пробационный контроль на весь срок наказания. А.М. Амрина Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. С 10 июня запущена онлайн-продажа билетов на выставку «Экспо-2017» в Астане. Билетная программа была разработана таким образом, чтобы каждый казахстанец имел возможность посетить выставку, сообщает пресс-служба городского Акимата. Билетная программа выставки в Астане является уникальной в мировой практике проведения Экспо. В частности, свободный доступ на выставку будут иметь участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица с ограниченными возможностями, дети-сироты и дети до 6 лет. Билеты со скидками смогут приобрести пенсионеры, многодетные матери, студенты и школьники. В период проведения выставки ожидается более 2 миллионов посетителей и порядка 5 миллионов посещений. В настоящее время 89 стран и 15 международных организаций подтвердили участие в Экспо-2017. Билеты и другие билетные продукты будут выходить в продажу поэтапно. С 10 июня проходит промо-период, в течение которого можно будет купить билеты по максимально низкой цене. Доступны скидки от 20 до 50%. С 1 сентября откроются офлайн-кассы по всему Казахстану. В рамках проведения национальных праздников планируется организация выездной торговли билетов. Помимо этого, в реализации билетов на выставку будут задействованы партнеры Экспо-2017. Это Казпочта, Казахстан-Темиржалы и авиакомпания «Эйрастана». В целом продажа билетов будет проводиться в течение всего 2016 года и до 9 июня 2017 года. Приобрести билеты можно также на сайте. Андрей Тенн, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Далее о спорте. 1-0. С таким счетом завершилась встреча футбольных команд «Шахтер» и «Тарас». Главный тренер Горняков заявил, что эта заслуженная победа лишь начало. Наставник гостей не смог объяснить проигрыш. Команды в нынешнем сезоне встречались уже два раза. 7 марта на выезде «Шахтер» обыграл «Тарас» со счетом 1-2. Отличились Сергей Скорых и Андрей Финонченко. А вот 26 июля на своем поле «Горняки» не смогли победить «Тарасов». Итог матча – 0-1. Таким образом, счет по встречам – 1-1. 14 августа обе команды были настроены взять три очка. В «Шахтере» в стартовом составе произошли изменения. Вместо Михаила Габышева и Марки Симоновского на газон вышли Евгений Тарасов и молодой футболист Сергей Ветров. Первой же атакой карагандинская дружина заработала опасный штрафной, который вызвался исполнять Дислей Убинг. Голландец пробил в правый нижний угол ворот, но Александр Григоренко сумел отбить удар. Футболисты обеих команд сразу же задали высокий темп игры. Хороший шанс представился на 22-й минуте. Сергей Скорых с левого фланга сместился в центр и отдал опасную передачу на свободного Штефана Зошака. Зошак решился на дальний удар, но мяч пролетел над перекладиной. Под занавес первой половины игры Игорь Пикалкин с левой бровки отдал навесную передачу на Максата Байжанова, но вратарь Тараса кулаком сумел выбить мяч. В итоге на перерыв команды ушли при нулях на табло. На второй тайм горняки вышли с твердым намерением забить гол. На 66-й минуте встречи Максат Байжанов на правой бровке переиграл двух защитников Тараса и отдал точный навес над Дислея Убинга. Голландцу ничего не оставалось, кроме как забить гол. Главный тренер горняков Алексей Еременко заявил, что победа заслуженная. На послематчевой пресс-конференции он сказал, что игра была равная. В первом тайме против Шахтера выступила сама природа. Сильный ветер ограничивал полет мяча в сторону ворот Тараса. Но во втором тайме ветер наоборот помогал. Это позволило прибавить Шахтеру в скорости. Наставник горняков также отметил работу футболиста в прессинге и, как результат, несколько опасных моментов у ворот соперников. Игра лучше смотрелась, больше была комбинационной игры, чем против остальной в прошлой игре. Развиваемся в правильном направлении. Я доволен игрой. Опять компактности настроены на игру. Бойцовские качества все проявляли, все отрабатывали друг за другом. То есть на поле был сегодня хороший коллектив, как в прошлой игре. Большие скорости игроков Шахтера отметил и главный тренер Тараса. Юрий Максимов сказал, что его команде в большинстве случаев приходилось подстраиваться под горняков. Назвать причину проигрыша наставник Тараса не смог. Среди прочих он говорил и о сильном ветре, и об усталости его футболистов. Непонятно, откуда взявшийся. Два тайма пришлось подстраиваться. Один тайм по ветру играли, потом второй тайм против ветра. Из-за ошибки доиграли футболисты группы 7-го. Все забивается из ошибок. Но, скажу честно, мы больше моментов не создали таких, чтобы мы лепшутов выронить. Таким образом, карагандинский Шахтер перемещается на 9-е место в турнирной таблице, потеснив команды Тарас и ЖТСО. Следующий матч горняки проведут дома 21 августа. Они примут аутсайдера чемпионата футболистов Акжаик из Уральска. Начало матча в 18 часов. Андрей Тен, Исламбеку Спан, Александр Царикедзе, 1-й карагандинский. Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала бронзовую медаль в тройном прыжке на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Таким образом, в активе казахстанской сборной 8 медалей различного достоинства. После первой попытки казахстанка лидировала, но затем сместилась на вторую, а потом и на третью позицию. В лучшей попытке спортсменка показала результат 14,74 метра. Кроме того, казахстанский боксер Адельбек Ниязбетов вышел в полуфинал Олимпиады. В четвертьфинале турнира Адельбек победил по очкам Теймура Мамедова из Азербайджана. На данный момент в копилке сборной Казахстана 8 медалей. 2 золота тяжелоатлета Нижата Рахимова и пловца Дмитрия Баландина. 2 серебра дзюдоиста Елдоса Сметова и тяжелоатлетки Жезеры Жапаркуль. А также 4 бронзы легкоатлетки Ольги Рыбаковой, дзюдоистки Адгон Цецек Галбадрах, а также тяжелоатлетов Фархада Харки и Карины Горичевой. В медальном зачете Казахстан на 16 месте. Андрей Тен, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солбомстер. Редактор субтитров А.Семкин